Несмотря на такую вот обстановку в России, обстановку нетерпимости, преследования, инакомыслия, в России нашлись люди, которые взяли на себя миссию защиты гонимых, преследуемых. Это были люди из числа интеллигенции, из тех же дворянских кругов. Их имена мы с вами тоже должны знать, кто стоит в этом ряду. Ну, во-первых, Лев Толстой известен как правозащитник. Мы уже говорили о нем, как он ходатайствовал за Духоборов, помогал им как-то выжить. Кроме того, Лев Толстой писал статьи. Одна из них была написана как раз в 1795 году и называлась она «Гонение на христиан в России». Гонение на христиан в России. Эта статья была тут же переведена на все языки европейские, быстро попала на Запад, в западные страны. И таким образом привлекла внимание общественности западнохристианской к положению верующих в России. Владимир Соловьев тоже занимался правозащитной деятельностью. В своих лекциях, встречах публичных, что он выступал против национализма, против антисемитизма и против преследования инаковерующих, против смертной казни. Тем самым он навлек на себя опалу. Кроме того, Владимир Соловьев в своих лекциях в университете громил нигилизм, громил позитивизм. Упование на науку он объявлял неоправданным делом. Он проявил себя в этом отношении как смелый правозащитник, как апологет христианский. Он защищал основные истины христианства с высоты университетской кафедры. Есть тоже наиболее известные правозащитники, а есть не очень известные, но их вклад довольно-таки весомый в это дело, в дело защиты гонимых христиан. В ряду правозащитников вот этот человек стоял. Как вы думаете, кто это? Это представитель фамилии Волконских. Нет, не Б, а В. Волконский. Волконский – это литературный герой из романа «Война и мир». А это исторические личности, реально жившие в истории. В династии Волконский был известный декабрист Сергей Волконский. Отбыл в сибирской каторге 30 лет, вернулся назад в Петербург, сохранил силу физическую, умственную, интеллектуальную. А это его внук, внук декабриста, С.Н. С.Н. Волконский, Сергей Михайлович Волконский. Этого человека больше знают как театрального деятеля, как деятеля культуры российской, как литератора, как публициста. И мало знают еще одну сторону его деятельности – правозащитную. Он собирал сведения на местах о всех преследованиях, собирал сведения по судебным процессам, которые совершались над верующими. И затем на специальных собраниях, где присутствовали и дворяне, и интеллигенция, он озвучивал все свои данные. Приводил все эпизоды по тому или иному делу. И делал такой вывод интересный. Вот сейчас, мол, в нашей России гуляет поговорка во всем. Поговорка такая «Где двое или трое собранного имя мое, тут и городовой». «Где двое или трое собранного имя мое, тут и городовой». Такое присловие можно применить и к советской эпохе, когда стоило только трем собраться где-то, пусть они даже не верующие. За ними же устанавливалась слежка. В своих статьях по этому поводу Балконский очень смело мысли высказывал. Он там приводил факты преследования баптистов, штундистов, Балакан и говорил о том, почему не может быть русских баптистов. «Да я сам завтра сделаюсь баптистом. Неужели я от этого перестану быть русским?» «Я сам могу сделать с баптистом завтра. Разве я перестану от этого быть русским?» Христос же сказал своим ученикам «Идите по всему миру проповедовать Евангелие. Идите научить все народы». Он делал такие ссылки на слова Христа. Нет во Христе ни Иудея, ни Эллина. И он вот эту идею постоянно старался опровергать, что, мол, если русский, значит, обязательно православный. Если православный, то русский. И он постоянно говорил об этих проблемах и подчеркивал, что если нет свободы совести в стране, то ни о каких других свободах мечтать не приходится. Никакого другого успеха в стране не может быть, если в ней нет свободы совести. Во всеуслышание Волконский заявлял, что Россия больна духом. У Волконского была мать тоже очень такая смелая женщина и правозащитница, и, что интересно, богослов. Мать его из православия перешла в католичество. Для того времени это тоже был смелый шаг. Потому что если человек менял православие на какую-то другую веру, он терял вес в обществе, мог лишиться каких-то престижных мест, привилегий. Мать Волконского, Елизавета, перешла в католичество и занималась серьезным богословием. Она писала книги по богословию. Перед смертью завещала сыну, постараясь, пожалуйста, опубликовать мои труды. Но он старание в этом отношении проявил. Он много путешествовал по Европе, взял с собой рукописи материнской книги. Оказался он в Риме, попал на прием к папе, к тогдашнему римскому. А перед этим он встретился с кардиналом. Показал ему рукопись, дал ему рукопись, попросил прочти. Но фамилию автора не назвал. Этот кардинал долго знакомился с рукописи, потом они встретились. Кардинал сказал, я думаю, что эту книгу написал крупный богослов. Эта книга принадлежит веру большому богослову. И тогда уж Волконский объявил. Это моя матушка. Автор всего исследования. Не отказался потом от своих слов? Нет, не отказался. Она потом была опубликована на немецком языке. Я на русском языке не мог найти эти работы. Белносцев очень не любил мать Волконского. Он считал ее одной из самых опасных женщин для России. Почему? Потому что у нее были такие вот взгляды независимые, во многом шедшие в разрез с православием, с православной идеологией. Ну, сама позиция ее была такая, как и у сына. Человек имеет личное право на свободный выбор для расповедания. В общем, так своеобразно сложилась его судьба в то время, когда к власти пришли большевики. Он по этому поводу высказывался. Мы думали, что революция принесет нам свободу, а революция принесла нам большевиков, чего мы никак не ожидали. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Когда большевики пришли к власти, естественно, Волконский, как и всех других дворян, полностью лишили всех прав, отобрали все имущество. Его поместили в коммунальную квартиру маленькую из таких усадьбы, усадеб огромных. Он оказался в маленькой квартире, коммунальной точнее даже. Но он не горевал, он не собрушался по этому поводу. А наоборот даже там, где он мог, он был, как говорится, в народной стихии, участвовал в разных там, что там были, рабфаки, всякие народные всеобучия. Он там лекции читал, занятия проводил. Ему интересным было заниматься с крестьянскими детьми и с детьми рабочих. Но его постоянно донимали всякими допросами, вызовами, чрезвычайки. Требовали заполнять тленющие анкеты с кучей там вопросов. Он так, своеобразно отвечал на эти анкетные вопросы. Например, в графе «Ваше образование?» – Молконский пишет. «Век живу, век учусь. А какое у вас отношение к советской власти?» – Молконский пишет. «А никакое?» – «Никакого отношения есть или нет. У меня своя позиция». Он, в общем-то, готов был претерпеть все вот эти ретурбации, неурядицы. Но в это время начался так называемый «красный террор» в начале 20-х годов. Расстрелы известных деятелей культуры российской. Когда расстреляли Гумилева, поэта Гумилева в Петербурге, расстреляли там князя Ухтомского, еще одного культурного деятеля, тут Волконский решился на эмиграцию в 1921 году. И опять довольно-таки таким оригинальным способом он эмигрировал. Он не стал ходить по всяким бюрократическим учреждениям. Это долго, это такая длинная волокита. Он взял с собой весь мешок большой, положил туда пишущую машинку, необходимые бумаги и пошел пешком через Финский залив. Через Финляндию, по льду Финского залива. В то время еще границы не были так укреплены со всех сторон. Через север, через залив, по льду Финляндию в начале. А потом из Финляндии в Париже он оказался, в Англии. И жизнь свою закончил в Америке. Такой был странник, что у него была творческая дружба с поэтом Мариной Цветаевой. Цветаева дала ему такую меткую характеристику в одном из стихотворений. «Уединенный дух – бродячая кость». Он ей тоже посвятил одну свою книжку. Книжка называется «Быт и бытие». Ну, это такие свободные философские размышления о том времени. 1917 год, 1921 год, страшные времена в России. Он там рассказывает, вот помните, Марина, что мы видели из окна? Стрельба, пальба. На лестнице нашего дома мы видели, как расстреливают людей, как расстрельщица Настя, 19-летняя девчонка, на лестнице прямо расстреливают людей за затылок. Это был страшный быт российский. Мы с вами пили черный вонючий кофе, читали стихи, чтобы переписывали рукопись моих мемуаров. Вот это было бытие. Страшный быт и бытие, то есть развышенные устремления. Остались после него мемуары отличные. Вот там как раз есть разделы интересные по его деятельности как правозащитника. Его размышления вот на эту тему о свободе совести в России. Они, в общем-то, актуальны и для нашего времени тоже. Так что, если кому попадутся под руки, его произведения можно почитать. Вещи интересные. Для нашего времени тоже действует пища для размышлений. И так, если глик, она больше не merged. Субтитры создавал DimaTorzok